Девушки отдыхают Врезался в гостиницу И три стакана Итак, кручу Стопочки И как всегда у нас в студии Нет, он был чат Сегодня у нас сразу 8 ведущих Это мировой рекорд Потому что даже в Америке в передаче Сэтэди Найт Лайф Их было всего 7 И теперь нас занесут в книгу рекордов Гиннеса Браво! Да, здорово, конечно Нам бы еще экономику поднять, да, ребята? Ну, а пока будем продолжать нашу передачу А продолжим мы ее подведением итогов За неделю Экономических и политических Вообще ничего, что мы в четверг итоги подводим Нормально? Ну и ладно Итоги Здравствуйте Подведем итоги недели Вчера вторым заместителем министра черной металлургии Стал Сергей Юрьевич Ожегов Работавший раньше начальником отдела транспорта Сергей Юрьевич родился в 1935 году В 1958 году он закончил МИСИС Потом работал в промышленности В профсоюзных органах Вообще, это кому-нибудь интересно, то, что я рассказываю? Нет? Ну, тогда у меня все Погоду посмотрите потом А сейчас Новости спорта Здравствуйте Я вчера ходила на шахматы Ну, казалось бы, чего от шахмат Смешного можно ожидать Но это, казалось бы, такой смешной вид спорта Они там вдвоем сидят 4 часа Сидят и ходят Одновременно вот сидят и ходят И едят еще они там Я, правда, не знаю, какой там может быть счет Но один раз был такой смешной момент Каспаров, главное, зевнул А Карпов у него в это время съел слона Вот съел слона человек Представляете? Ну, вы так хохотали-то вообще А Каспаров, главное, так ругался Потом ужасно ругался Ну, вообще, у человека чувства юмора никакого нет Ну, пока Привет! Я, знаете, так рад Что мне ребята доверили Быть ведущим В передаче раз в неделю И даже рубрику мне разрешили объявить Только я вот забыл спросить Какую-то Это Ну, в общем, не важно Пусть будет рубрика номер 6 Хе-хе Нормально Привет! С вами музыкальные новости Радостное известие Недавно Олег Газманов придумал рифму Павлин-мовлин И у него открылось второе дыхание Олег, поздравляем тебя Больше новых шлягеров А про новый клип группы Guns'n'Roses Вам расскажет Виктор Иванович Guns'n'Roses Ты одуреешь Это лучший, лучший клип В общем, класс Ну, там, что происходило в зале вообще Ну, это вообще Это какая-то какафония Ты понимаешь, там Вау! Все прутся там, понимаешь? Вот такие падлы все обколотые Пьяные там, понимаешь? Вот Это все так Гремит Вообще То есть Головой трясут все Никто ничего не понимает Вот такие глаза дикие, понимаешь? А гангсты, они все такие Стоят тоже крутые Все на колках такие, понимаешь, парни Падлы вот такущие там В майках, босиком В общем, потом все начало Крушиться там Падать, понимаешь? Все это Взрываются уже все В конце так внутрясились головами Что вообще уже никто ничего не поднимал, понимаешь? Все колонки гитарами там рушат, понимаешь? Парни там вообще Особенно молодые металюги О, блин, там О, там, понимаешь? Классный такой клип вообще Удовольствие получил Фух Это была группа Guns'n'Roses А напоследок конкурс Первый, кто придет сегодня в 12 В 12 часов на кладбище В костюме Микки Мауса Получит видеомагнитофон Пока! Продолжаем передачу Раз в неделю А вы все так серьезно не воспринимайте Это же мы не настоящие ведущие Это все Просто компьютерная графика Вот, смотрите Мы все терминаторы 2 Вот А следующая рубрика Откровенный разговор Добрый вечер, дорогие, милые, любимые, обожаемые телезрители В эфире рубрика Откровенный разговор И речь сегодня пойдет Ну, я еще не знаю о чем Но уже чувствую, что разговор будет очень острый И нелицеприятный И, может быть, даже дело дойдет до мордобоя Оставайтесь с нами еще 5 минут Как всегда, гостям по стопочке И, как всегда, у нас в студии Наши эксперты по всем вопросам Мухин Андрей Петрович И Носов Павел Сергеевич Ну что, за встречу И за откровенный разговор Прошу Ну что, вот, Андрей Петрович Вот скажите Что у вас наболело на душе? Вот какую бы тему Вы сегодня хотели бы обсудить? Пожалуйста Вы знаете, друзья А вот мне почему-то сегодня Хотелось бы обсудить Какую-нибудь философскую проблему Так интересно Ну, например Зачем оленю рога? Я думаю, чтобы от волков защищать Все Да А почему же тогда У зайца рогов нет? Нет, стоп, мужики Мы должны в нашей программе Обсуждать Какие-нибудь очень острые Политические или экономические вопросы Понимаешь, ну, например Инфляция, коррупция Которые волнуют всех А вот лично меня Ну Вот не волнует Ни инфляция, ни коррупция Понимаешь? Ну, я уже потому что За 5 лет и хво, как сено, обсуждался Ведь везде слышишь Только одно и то же Инфляция, коррупция Инфляция, коррупция Еще отсюда вот стагнация Понимаете? Инфляция, понимаешь, на коррупции сидит И стагнации погоняет Ну У меня от частого повторения Эти слова потеряли всяческий смысл Хорошо Да я думаю, уже у телезрителей тоже Нет, подожди Это что, кроме рогов у зайцев Тебе ничего больше не интересно? Тебе ничего не волнует? Ну почему? Как же меня волнуют Какие-то вопросы мироздания? Так, например Например Вот зачем Юпитер Так Вращается вокруг Солнца? Вот зачем? Это потому что притяжение Понял Нет За притяжение Нет Я понимаю почему Я не понимаю зачем Вы, люди, задумайтесь Зачем эта дура Массой 3 миллиарда миллионов тонн Летает уже миллион лет вокруг Солнца В черном хаосе звезд Зачем? Кому это надо? Кому? Хорошо Если б ты знал ответ на этот вопрос Тебе было бы легче? Ну конечно Конечно Я бы тогда понимал Что во всем есть смысл Смысл А так получается, что смысла нет ни в чем Андрей Петрович Раз существует Значит есть смысл Вот Высший разум его знает О За высший разум Так, стоп Это если значит существует инфляция То в ней тоже есть смысл И с ней не надо бороться Логично? Нет Вот с инфляцией надо бороться Потому что она подрывает нашу экономику И тогда надо всем оленьям Рога поотпиливать А то Потому что они нас забодают Нет, подождите Вы что, получается Ни с чем бороться не надо? Так что ли? О чем О чем я вам и толкую уже И тут битый час Ни с чем не надо бороться Почему? Это же потому что Действия, но рождает противодействие Мотивируй Пожалуйста Пожалуйста Это как с насморком Вот сопли потекли Так Таблетку выпил Раз Тут же печень заболела Печень начал лечить Бах, смотришь Почки отказали А насморк Он бы и сам через неделю прошел Так что получается Ни с чем бороться не надо Подожди Что ты конкретно предлагаешь? Предлагаю я Я предлагаю всей страной Собраться Объявить всем И свалить куда нибудь на Кипр Кибриотам Через три месяца возвращаемся Тебе ни насморка Ни инфляции И ни коррупции Слушай Слушай Нос Нос Да ты гений Гений Я сократ Но сократ Но сократ Ну ладно Мужики Ладно Дорогие телезрители Вы смотрели рубрику Откровенный разговор На тему инфляции у рогов Ой Коррупции у оленей Вы пишите нам Звоните А еще лучше Заходите к нам На огонек На огонек Заходите к нам На огонек Пела скрипка Ласковая Так Вы знаете Какая рубрика Сейчас Путин Какая Никакая Посмотрим Мы смеемся Потому что Приготовление пищи Должно доставлять Радость и удовольствие Здравствуй Саша Здравствуй Вова Сколько лет Сколько зим Ты где был Я был в магазине Купил картошку Весьма кстати Ведь сегодня Мы наших зрителей Научим готовить Картошку Вот эту Здравствуйте Дорогие телезрители О сток Сколько их много Человек сто А где же мы возьмем Столько картошки Пойдем купим До свидания Дорогие телезрители Привет, я Роман Факенбаум Сегодня я поиграю с вами в очень интересную игру Цилиндрик называется Цилиндрик и три стакана Итак, кручу-верчу, запутать хочу Шишел-мышел, взял да вышел Где какой, угадай Ответ простой, цилиндрик твой 50 тысяч 50 тысяч ваши Ну что, телезрители, играем честно без обмана Где какой, угадай Ход твой Целый день здесь будут стоять Напоминаю вам, что вы смотрите передачу раз в неделю Мой вам совет Уважаемые телезрители Обязательно смотрите нашу передачу А то вдруг попадете вы в милицию И вас спросят, что вы делали 13 апреля Между 22 и 23 часами А вы не будете знать, что сказать Будете говорить всякую ерунду Так что, не попадите в беду Смотрите передачу раз в неделю Чудесный вечерок В смысле, здрасте Все вы узнали вот это вот панно нашего любимого кабачка На улице Остроженко, Алазурная долина Мы тут ужинаем сейчас сидим Ужинаем И моя дама мне говорит А что делать? Я вот поужинала Да, как мне класть вилку и ножик Так, чтобы посуду раз и унесли Ну, я подзываю официантку Как надо ложить, чтобы нам унесли посуду Как ложат в цивилизованном мире, да? Она говорит Американцы вот так ложат Вот французы, Павло, вот так вот ложат А турки, турки Вообще не ложат, прикинь, да? Они их берут и воруют просто Так что, пацаны Не берите с собой В просак попадете, да? В следующий раз И я вам расскажу Как надо навязывать галстук Ну, галстук, да? Чао! Чао! Привет, в эфире Автом Дик Я люблю скорость Пока до следующей рубрики осталось несколько секунд Посмотрите, пожалуйста, на меня Ну, потому что у меня новая прическа Вот Такая Вот такая Ну, а теперь Ну, сейчас, в общем-то, уже не важно что Ну, допустим, монумент истины Добрый вечер, дорогие телезрители Сегодня я собрал у себя на диване Таких разных людей С одной стороны от меня Это депутат Думы Сергей Дмитриевич Городецкий А с другой стороны Молодежный певец-исполнитель Петя Зюкин Вот такие разные люди Зачем я их собрал? Ума не приложу Зачем я их собрал? Вместе Но попробуем разобраться Сергей Дмитриевич, скажите мне, пожалуйста Вот вы в современной музыке Что-нибудь волокете Выражаясь вот этим Современным языком Угу Что я хочу сказать по данному вопросу? Ну, то, чтобы сильно я любил Эту молодежную музыку Так нет Ненавидите, да? Ненавидите? Нет, ну, то, чтобы... Нет, ну, ненавидите, ведь правда Ведь ненавидите, ненавидите А зачем? Ненависть, ведь она душу сжигает Вы подумайте над этим вопросом Петя, а скажи мне, пожалуйста Как ты думаешь Вот он деньги из казны ворует? Ну, я не знаю Ну, ворует Ну, ведь все они воруют Может быть Воруют Вот, видишь А вдруг он честный человек Сергей Дмитриевич, скажите мне, пожалуйста Как вы думаете Вот как вы относитесь Ко всей этой молодежной моде Вот эта вот одежда Вот эти вот нелепые длинные волосы Ну, я понял суть вопроса Что хочу сказать по данному вопросу? Ну, он и ж артист Да какие они артисты? Они ведь шпана Шпана натуральная Ну, ведь шпана Ну, шпана Вот видите За что вы так молодежь ненавидите? Ну, за что? Петь Может быть нам какой-нибудь Бунт такой молодежный устроить? Вот по-нашему По-комсомольски Зачем? Ну, как зачем? Побунтовать Можно, да? Можно Вам бы только бунтовать Да громить все Сергей Дмитриевич Скажи мне, пожалуйста Вот не хотелось тебе ни разу Собрать вот таких панков Да хиппи В один такой большой Образно выражаясь Мешок Да и в Москва-реку А? Шо хочу сказать по данному вопросу Угу Ну, шо касается панков Ага, хотелось, да? Вот живых людей Собрать в мешок И кинуть в воду, что ли? Чтоб они утонули Ну, опять Опять Давай организуем какое-нибудь такое Довижение Рок против политики А, можно Можно, можно И вам все можно И вам все можно Всем все можно Такая у нас страна Ах Мы сейчас выслушали две крайне полярные точки зрения Как вы думаете, дорогие телезрители Можно ли их примирить между собой? Нет По-моему, это невозможно Надо текать в Америку Ну, что ж, мы выслушали сегодня Два крайне полярных мнения И, как всегда Истина осталась лежать Где-то посередине Что есть смех И что есть юмор Может ли быть объективно Смешной юмор Не зависящий от нашего настроения Погоды И состояния экономики Вот, например Сейчас я скорчу Объективно смешную рожу Вот смотрите Ведь рожа была объективно смешная Но ведь наверняка Нашли какие-то телезрители Которые даже не улыбнулись У своих экранов Или рожа была необъективно смешная Ну-ка, давайте я еще раз попробую А вы посмотрите Знаете, дорогие телезрители Вы присылайте нам свои письма С фотографиями Если у вас объективно смешные рожи А мы вас пригласим В нашу передачу До свидания Следующая рубрика Здравствуйте В этот день Ровно 150 лет назад Палачи Сатрап Душитель свободы Орфин Джус Со своими деревянными солдатами Напал на изумрудный город Волшебная страна На пороге войны Элли, Татошка, Трошила, Дровосек и Лев Отправляются на борьбу с Орфином Джусом И побеждают Но они еще не знают Что это всего лишь первый шаг В длительной войне С летающими обезьянами Впоследствии Чичерин Так прокомментирует эти события Правда должна быть с кулаками На худой конец с топором До свидания Море времени Отлив Алёй! Алёй! Базай! Базай! Осторожный патруль вызывает Жуткий случай Базай умрете со смехой Изгостится и турист Тут этот Шварценеггер На самолете Врезался в гостиницу Агай! Агай! Точно Шварценеггер? Живой! Прямо в арабскому шейху В номер залетел Ой, что будет? Скандал на всю вселенную Откуда взялся этот Шварценеггер? Не знаю Принесла и нелегкая Может эти ему не дают покоя? Эти? Лаврируста? Лаврируста, говорю! Чё дураки такие? Лаврируста! 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 Лаврируста, мастер-батюса Рустой Который на Красную Площадь сел Вот ему не дают покоя Лаврируста Три ура... Дора... Что? Уйди, шальной! Здоровый дурак Прилетел из Америки Всё, она просто рушила Дурак другой Всё, у меня Отбой Пока И база не гудай Я первый раз выступаю в роли ведущего Поэтому сильно волнуюсь Я оделся потеплее Ну, мне кажется, что это Как-то придает мне сил У меня всё Надеюсь, я вам понравился Ой, я забыл объявить рубрику Спальня! Привет, 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 привет Сегодня у нас Вернее, у меня в спальне Замечательный фотомодель Наташка Поздоровайся, зритель, немножко Хоть чуть-чуть Боже! Слушай, ты, говорит, недавно вернулась из Франции, да? Нет Из Парижа А, ну, понятно, нет Ну, Париж же находится во Франции Знаешь, ты приехала из Франции Ну, да, ну, я была в Париже Ну, это понятно, что Париж находится во Франции Если во Франции находится Париж То ты была, естественно, во Франции Ну, да, во Франции В Париже Я была в Париже Ну, я больше никуда пока, конечно, не ездила Ну, вот, в Париже уже была Понятно Ну, что ты там делала, в этом Париже? Я там подписала контракт Ты? Да С кем? Нет, не с кем Как не с кем? Вот точно не с кем С кем ты можешь? Я был мой контракт, личный мой контракт У нас вообще у фотомоделей Это такая редкость вообще Нет, ну, понятно, что Я понимаю, что ты подписала С кем ты можешь подписать? Вообще, я не знаю, Кирилл Но подписала Если подписала С кем ты подписала контракт? Ну? Я его сама взяла и подписала Нет, ну, ты понимаю Я понимаю, что ты Понятно, что Ты с одной стороны Ты подписала С другой стороны Кто подписал тебе, Наташу? Нет, он был напечатан Только с одной стороны С какой? Ну, с которой сверху Понятно Понятно. Тепло ли тебе там было в Париже-то? Ну, это смотря, что ты имеешь в виду. Что я бы имею в виду? Я ничего не могу иметь в виду. Я спрашиваю, что ли тебе было в Париже? Вот и все. Ну, я же не знаю, о чем ты спрашиваешь. Это ж ты мне вопрос задаешь. Почему? Я говорю, было ли тебе там тепло? Понятно, нет? Ну, в общем, конечно, да. Мне там клопали. Кто тебе мог бы хлопать? Зрители. И у меня от этого сразу как-то теплело на душе. Я тебе про погоду говорю. А, ну, про погоду вообще очень могу много рассказать. Спасибо, Нина. Нет, ну, если ты просишь, то я скажу. Нет, я же не прошу, я перейду, мне не надо. Нет, ну, я могу, если тебе, конечно, интересно. Нет, мне это не нужно. Мне нужно сейчас клип про любовь. Париж, это любовь. Про любовь я тоже могу рассказать. Спасибо, мне лучше клип. Лучше езжай в Париж, милая. Маша в Париж, Маша в Париж. Нет, я Наташа. Нет, нет, не важно, все равно в Париж, все равно в Париж. А мы смотрим клипочек про любовь, пожалуйста. В Париж, Маша, а мы клипочек про любовь. Ну, про эту, про патрицию, про девчонку. Да, ну, что, мне надо. Семь, можно, что, по-моему? Ну, ладно, чё, ломаешься. Ну, ладно, давайте спавим, чё. Есть остров Таизвины в море, с названием Кватапуа. Патриция, Патриция, ты прямо как Констанция. И это не амбития, а факт, как Константация. В неё он, конечно, влюбился. Всю ночь он бродил за мной свой. И ядок у жары напился. И чудом остался живой. На завтра он тоже не умер, А прожил ещё скоро кред. Но сердце вовек не забудет Девчонки, сердешный привет. Она же, конечно, уплыла. Зачем ей японский сардак? Его она тут же забыла. Забыла и ватухула. Патриция, Патриция, Как белая акация. Сейчас в нашей песне про любовь Наступит кульминация. Как суслив копьё просвистело, Пробило высокую грудь. Не сможет уж мёртвое тело Как прежде с утёсом вернуть. Со мной поступило неплохо, Сказал он, вентуя ей кровь, Японское слово «Алоха» По-нашему значит любовь. Патриция, 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 Патриция Акадия, Патриция, там странцы, да. Спасибо, Серёжа. Да ладно, чё это. Ну вот и подошла к концу наша передача. Три-четыре. До свидания! А почему патриция? А почему патриция? Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok